Мотоциклами Антон увлекается с детства. Реставрировать советскую технику он стал 7 лет назад. Занимается этим исключительно для себя. Первый эксперимент – мопед «Рига-7». Друзья подарили. Главное в моем хобби увлечение – это сохранение истории, чтобы потомки наши, сын мой подрастающий, тоже вникал, понимал это и видел, как в то время на чем ездили. В его контейнере четыре мотоцикла. Самый пожилой – экспонат 1971 года. Молоденький – модель М7285. Все не на ходу. Но, как шутит Антон, если день на них поездить, неделю потом чинить. В планах многое, что и машину хотелось бы реставрировать, и в какое-нибудь путешествие хотелось отправиться на старом автомобиле, на военном. Контейнер Антон использует как складское помещение. Все работы он выполняет в музейной мастерской. Сейчас его забота – будущее мотоцикла М72. По документам ему почти 60 лет. В планах реставратора – сделать из груды железа образец 1944 года. Для этого Антон заказал специальные колеса, которые делают в Китае, а из Польши – металлические крылья в форме утки. Только одно крыло без учета доставки ему обошлось в 16 тысяч рублей. Реставрация – очень дорогое дело, очень кропотливое. На данный момент, в состоянии, в котором находится мотоцикл, разобраны, подготовлены, можно сказать, к покраске, уже затрачено более 200 тысяч. Кроме денег, подобное увлечение отнимает и много времени. Но Антон не занимается реставрацией в ущерб. Его поддерживают и жена, и маленький ребенок. Это мой железный мишка, которого в той зиму на работе смастерил полностью сам. Было скучно, было много запчастей от машин старых. Я сам работаю в автосервисе. Ну, чтобы не скучать зимними днями, вот, построил такого вот медведя. Мотоцикл Антон либо покупает за бесценок, либо принимает в дар от знакомых и друзей. По такому же принципу формируются и музейные коллекции. Еще каких-нибудь 15 лет назад с музеем автомотостарины был готов сотрудничать практически любой житель Владивостока, у кого завалялся ненужный старый автомобиль или мотоцикл. Но сегодня многие предпочитают на этом зарабатывать. Цены варьируются от 45 до 400 тысяч рублей. Все зависит от модели. Чем старше, тем дороже. Таковы тенденции последнего десятилетия. Тогда, ну, как бы, другое отношение было. Все это ничего не стоило, в принципе. Сейчас, допустим, тот мотоцикл, который в 75-м году мы купили за 100 рублей, ну, грубо, да, сейчас он стоит, может быть, 5 тысяч долларов. Бесплатно в музей предлагают технику в основном пост 80-х годов. Но такого уже предостаточно. Приходится отказываться. Антон тоже не ищет свежих моделей. Берет только ржавое, никому не нужное. Реставратор уверен, в этом и есть история. Валерия Белоуст, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.